Деуза! Я готов! Вечер заканчивается рано! Подожди! Вот это да! Как красиво! Посмотри, что я принёс! Чтобы он носил самую красивую одежду! Эдвалду! Красивую! И когда же мы пойдём к доктору, предупреди... А тебе и не надо идти. Почему? Потому что это искусственное оплодотворение. Доктор Симоне найдёт донора, похожего на тебя. Никто не скажет, что это не твой ребёнок. Как? Донором буду не я? Ты же не можешь иметь детей, Эдвалду! Нет, 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 нет! Ты хочешь сказать, что у тебя будет ребёнок от другого мужчины? Саид, хороший парень. Хороший. Дочка, он тебя любит. Очень любит. Вас благословил Аллах. Вы будете счастливы. Если Бог даст. Но теперь у нас изменились планы. Лукас, я взял тебе обратный билет. Потрясающая вещь. Какая красота. Жади. Такое колье, а ты мрачная. Что такое? Только он будет зачат искусственным путём. Что это ты придумала? Ты позвала меня отпраздновать то, что не имеет ко мне никакого отношения? Эдвалду! Как ты можешь быть донором, если не способен иметь детей? Ты и мой святой принимаете меня за идиота? Ты уже пририсовала к моей голове рога? Если родишь этого ребёнка, забудь меня. Эдвалду! Можешь попробовать это сделать. Можешь рискнуть. Эдвалду! Я так не могу. Эдвалду! Не дави на меня. Эдвалду, мы не будем знать, кто донор. Другой отец. Я так не могу. Забудь меня. Эдвалду, а донор не узнает о нас. Я не позволю мной манипулировать. Эдвалду! Ты решила меня предать. Это не так. Пока не одумаешься, не зови меня. Эдвалду, ты не понял. Не надо принимать меня за идиота. Эдвалду, послушай. Я не могу на это согласиться. Эдвалду! Ты меня не обманешь. Не ты, не кто другой. Эдвалду! Забудь меня, забудь. Эдвалду, прошу. И не смотри на меня так. Зажгу снова, когда выполнишь обещание. Ну ладно. Виноват. Не надо меня обманывать. Святой. Не думал я, что ты меня так подставишь. Уж кто-кто, а я тебя уважал. Я не передумаю из-за того, что он невежа. Уезжает? Пусть. Дверь открыта. Не буду держать. Почему ты не сказала доктору, что ему нужно все объяснить? Я, конечно, тут ни при чем, но я скажу. Может, это и не обычный способ предательства, но это предательство. Норма. Это мое мнение. Ты рада, что я рассталась с Эдвалду? Разве я это сказала? Думаешь, я не знаю, что ты влюблена в него, Норма? А Эдвалду на тебя наплевать? А может, нет? Хватит говорить глупости. Не надейся, он к тебе не придет. Хватит. Он не придет. Или я не Деуза. Не знала, что ты такая нервная, Деуза. Деуза. Не нарывайся. Не надо. Успокойся, Деуза. Она дождется, Лауринда. Я убью ее. Оставь ее в покое. С самого начала. Моего романа с Эдвалду она крутится под ногами. Она просто змея подколодная. Это она так настроила Эдвалду. Настроила? Господи, что творится. И Ветти тоже переживает трудное время с сеньором Леонидасом. Все с ума посходили? Алло. Позовите, пожалуйста, сеньора Леонидаса. Он дома. Я знаю, что дома. Скажите, что это Эдти. Его любовница. Алло. Грубиянка. Извините, но я больше не могу. Алло. 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 Вы будете говорить? Алло. Не хотите говорить? Тогда слушайте. И не пытайтесь прятать его от меня. Мы очень близки. Пусть весь мир против. Но он меня любит, ясно? Он любит меня. Я могу кричать об этом. Он любит меня. Любит. Любит. Я этого так не оставлю. Как только он придет в себя, он спросит с вас за это. Посмотрим тогда, что с вами будет. Дождетесь. Дайте мне номер телефона Альбери. Алло. Я войду, если оно уберется. Она останется. Где Лукас? Почему они не приехали? Отец ждет тебя. Но, сеньор Али, когда-нибудь ты вернешься, и я буду очень рад принять тебя в моем доме как сына. Но сейчас пора. Пора. Латифа выходит замуж и отправляется в Рио-де-Жанейро. Ты полетишь с ней, с ее мужем. Жадий. Не понимаю. Недовольна тем, что у тебя будет такой красивый и богатый муж, как Саид? Можешь забрать и колье, и мужа. Сделаешь мне до Жени. Нет, казалось бы. В четверг будут готовы свадебные наряды. Мы пойдем к врачу за справкой о девственности, а потом заберем их. Врач. Врач в четверг, Латифа? Намажу руки хной. И вот здесь тоже намажу. Латифа. А что будет, если врач скажет, что ты не девственница? Предположим, что ты уже не девственница. Да хватит, Жади. Я умру от страха. Не знаю, но говорят, что в детстве можно потерять девственность и не заметить. Но лучше не думать об этом. Но что тогда будет? Если соблюдают традицию, то девушку убивают. Убивают. Жади. Позор, позор. Это самое ужасное. Самое ужасное, что может случиться в семье. Никто больше не будет брать девушек из этой семьи замуж. Ну, убейте, Латифа. Тогда семья очистится от позора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok